Вот это реально круто, наверное, самое путное, что здесь есть. Воник, не хочет нюхать вонь серную. Приехал найти от геотермальных заводик, который производил пара. Здесь, почему-то, очень много пошук французов и францужинок. Вчера в темноте шел с фотоохоты, и провалился он в каналу с грязной водой какой-то. Едем вдоль озера Таупо. Это самое большое озеро Северного острова. Оно реально такое конкретное. Ну, не могу назвать его каким-то там красивым. Такое обычное озеро. У нас таких озер в Раши полно. Погода, правда, немножко такая, с облачками. Поэтому, может быть, цвета и краски не передаются. Сейчас мы едем в новозеландский Йолустоум. Смотрите, супер вулкан. Приехали в какую-то гейзерную долину. Вот. И тут сплошные выбросы горячего пара. Видимо, тут из них добывают. Везде трубы. Видимо, то ли электростанция, то ли какая-то фиг знает непонятно чего. Зрелище впечатляющее. И вот этот кипяток течет отработанный. Класс. Можно искупаться, принять в ванну, выпить чашечку кофе. Слышишь, как шипит. Пар вырывается. И он там тоже уже продолжается. С кипятком. Приехали найти утромальный заводик какой-то производства пара. Видите, мощь природную. Из подземельника вырывается. Все это спрятали в трубы. И все это облагородили. И что-то добывают как-то там. Или горячую воду, или пар. Что-то делают. Пар добывают. Для бани. Для баньки, да, чтобы оздоровиться. Там. Эх, офигеть. Вот это он бурбулит там. Пипец. Класс. Это же нам тоже как придумать все. Что-то мы прямо на вулкане, да? Вулкан. Пошли вот такое вот местечко симпатичное. С опять поразительной синей водой. Там типа турицы водопады. Здесь стекается в лужу. И дальше пошел в каньон. И там и народ он тыкает. А происходит все вот из этого озера. Тут дамба. И, наверное, когда ты... Когда дамб переполнил, ворот открывают. И тут, наверное, становится достаточно весело. Там даже где-то фотография была. Вот так вот происходит здесь. Наполняется вся эта фигня. Так, лодка к отъезду готова. Сейчас попрет. Давай, брат, покажи, что ты можешь. Ну-ка, давай, протюшерти. Вваливай, давай. Что за салт? Обваливай. Не знаю, как зорчит. Ого. Ну, какой ты скучный, брат. Ты и здесь такой же скучный и нудный. Сразу же давай, вваливай. Что-то он не зассал. А он сейчас туда пойдет, да? Не знаю. Типа пошла. Вот так больше передержать, чем езды. Так, лодка приближается к нам. Сейчас посмотрим, как она на полном ходу летит. Ну, так, да, не кисло. Это называется радужный кратер. Там кипит грязь внизу. Все в сере, воняется отлично. Там буль-буль, вон грязь прям булькает. Как в Боливии. Помнишь, в Боливии, как грязь была? А вот здесь фумаровый серый. Вот они. Желтые. А, лис, ничего не видно. Да, лис, не пускают тебя скоты. Родители. Все, идем дальше. Как пахнет серый вкусно, а? Да, кого-то насрали. Смолел, тут тащат ребенку в гору. 1-9. Так, это у нас кто? Ой, как грозовой кратер, который брошу в 968 году. Как запах какой стоит классный. Да, вон, водичка кипит, а? Класс. Так, пошли дальше. Неудобно мне. С коляской, с футбородом. Нормально. Еще листики эти в руках. Давай, я буду. Давай. Так, что мы дальше видим? Дальше у нас 4 дьявольские чернильницы. Дьявольские чернильницы. Название как в городской, как в Сочи. Несколько грозевых ушей, уровень воды, в которых меняется, от количества выпущих дождей. Цвет образуется, благодаря маленькому количеству графита и сырой нефти. Причем к поверхности водой, пробивающейся наверх. Нефть, это прикинь. Как в сортире, блин. Убитый запах соответствующий. Прогулимся вокруг пруда с шампанским. Опа. Написано, что вот эти деревья очень легко воспоменяются. Поэтому здесь строго запрещено курить, зажигать спички и всякое такое. Там все это сгорит, кикерам прям легко. Он реально прям сухой, как порох. Прям веточки и ломки такие. Так, вот мы пришли на одно из самых интересных явлений Христа народу. Лозеро с шампанским. Точнее это называется... Сейчас я вам скажу. О май гад. Это круто. Называется палитра художника. Вода, переливаясь через край шампанского пруда, рисует минералом, берущим свое происхождение с подземли. При охлаждении воды и соприкосновении минералов с нашей атмосферы они обнажаются раз в местах и окраска зависит от уровня воды в направлении ветра. Слева от палитры находится гейзер. Вот этот, наверное. Из которого поднимается пара, вода извергаясь на высоту до 1 метра. Париколюшник. Сейчас малыш пойдем. А что? Класс. Как в Еустоне практически. Да, Сэм? Ты же там был? Наверное, что там, если пальчиком кукунуть. Кончик не помочь, что он, конечно. Не хочет нюхать вонь серную. Ах, как тепло, здесь как в баньке. А сейчас таз. Я не вижу нифига. А у тебя веник есть, Свет? Как-то пара-то не запотел. Вау, так обдувает горячую пару. А потом холодники, муф, дыхом. Вау. Раньше цвет такой. Шикардос. Называется бассейн с шампанским. Там пузырьки, да? Вон. Шампанские пузырьки. Вода 100 градусов. Правда, булькать мне как классно. Дувает кипиточку. Вот это реально, да, круто. Наверное, самое путное, что здесь есть. Цвет просто... Такое ощущение, что, не знаю, неестественное абсолютно. Не полиродного цвета. Такое ощущение, что нахимичу, нахимике. Пузырьки просто невероятные. Офигеть. Не знаю, как фотоаппарат потом передаст, но цвет просто чумовой. Мамка, ты в шоке? Ну, вот французы тоже в шоке. Китайцы. Иногда это реально гривен. Иногда. Здесь почему-то очень много пошук французов и француженок. Вот они с ногами тут стоят. И они, вероятно, умеют лебить по-французски. Очень хорошо. А мы их любим по-русски. По-русски, да. О, солнце выглянуло, вообще огонь. В общем, мы в Черномке. В крайнем нашем кемпер-парке. Тут, типа, даже есть бассейны. И чашечка кофе. Да, это кухня. Жральня, наверное. Ну, так цивилин, все прям. Прям годится, годится. Хороший кемпер-парк. Вот, как это он. На громождении слишком много домиков. Но вообще, круто. А вон бассейны. Так замк, термальные ванны, как они говорят. Детская площадка. Натуральный горячий бассейн. Запрошенные вещи, алкоголь, сигареты, стекла и вода. С 9 до 30 работают. Вон там отмокают чуваки. Киви здесь покрихоборничали. Стирали машинку, никто же за бабки. Причем, прикольно. Здесь прорези, вот, для двух долларов монетки, для одна долларов. Постирать стоит 3 доллара. Вот, то есть, две монетки. А в сушилке посушить, соответственно, сколько? 4, что ли? А, да, 4 доллара. Вот это сушилка, я так понимаю. А, нет, сушилка, наверное, вот, да. А вот это сушилка. Это стиралка. Такая вот тема. Владень кемпером, я обнаружил в нем две новости. Первая новость, это вот у нас тут есть лампочка для подсветки зоны гриля. Я нашел, где она включается. Она включается вот здесь. Я просто занавески себе не видно было. Так, оп. Можно ночью сидеть, втыкать. И нашел еще рундук под аличным сиденьем. Там подпрячется все электрооборудование. Очень нервопытно. Вот, здесь у нас что? Здесь у нас аккумулятор на 105 Ач. О, тут я еще нашел все интересного. Это, я так понимаю, наверное, адаптер. На 220 Вольт, потому что холодильник. Или это просто как и управляющий реле зарядки. Потому что вот он сейчас показывает, что аккумулятор заряжается от внешней сети. И вот тут выбаста у нас стоит. Оказывается, она такая маленькая. Я думаю, какая-то огромная штука. Офигенная вещь. Очень эффективная она отапливает. И тут тут куча всяких щитков, полиохранителей. И вот еще какие-то щитки. Непонятно. Вот это я не знаю, что-то непонятно, что такое. Здесь, похоже, 12 Вольт еще. Еще две розетки нашел, прикинь. Я думаю, все две розетки. У нас в четырех оказывается. 11 сломался. Ручник. Машина пищала, не могла ехать. Что-то там где-то замкнула. А еще рассыпается кемпер. Потихоньку. Такая вот тема. Сейчас я вам покажу, как живут бомжи Киви. Так, Алиса грохнулась. Вот так вот от папы бегать. Сейчас еще раз вам попытаюсь показать про то, как живут киви-бомжи. Если нет денег на дом, они покупают бывшую старую кемпер. Вот такого типа. Рядом стоит бомжатская такая же машина. И стоит тент. В тенте там какие-то там хозяйственные дела. Вон там кресло, не какой-то холодильник, не холодильник. А внутри бомжатника живут. Вон тут практически один стационарный. С антеннами уже селезионными. Кошка, собака у них там. Вот они там бомжуют. И машина такая же бомжатская. Да? Ну что, дорогая редакция, вас приветствуем. Завтрашний мы. Привет. Алиса, на все привет. Мой сладкий привет, Максим. Какая-то халал. Алиса, завтрашний тебе скажи, она на самолет смотрит. Ага, она там на птичке на самолет. У нас, короче, крайний ужин на природе. В кемпере. В кемпере. Так печально. Это просто мега печально. Так хочется продвить, что зовут. Да-да. Кемпер это невероятно дружно. Мы прям уже плачем практически. Мы купим себе кемпер по любавству. Такой прям огненный. И будем ездить в барашки. На Алтай, чтобы не было там такие стрёмные. Мы кем сами купим в супермаркете. Будем жрать. И будем мусорам нашим давать дизятки. Маленькие. Совсем маленькие. Мы думаем, что вообще ничего не будем давать. Мы будем аккуратно дизить. Нет, мы будем нарушать. И давать дизятки. Стука. Я сказал. Вот. У нас тут на ужин, как вы видите, фрикадельки с картошечкой. Да, фрикадельки. Мы купили пельмени киевских. Очистили их от кожуры. Картошка, да. И приготовили фрикадельки. Ну что. У нас тут крайняя ночь в кемпере. У нас тут полный романтизм. У нас тут спит веселыш, свадкий. Клубочком. Она такая свернула. Дамка заботливо включила ей вебасту. Вот вебаста из этой дырочки. Сватка дует теплым воздухом. У нас тут стоит углубок. Кушный коленчик. Да, мы решили, надо же, глядь, еще попить соки. Алис нас так и называет. Сок. Она говорит, соки. Соки. А поскольку мы в Новозеландии, здесь все нельзя. Поэтому мы взрослые соки переливаем в детские соки. Вот у нас тут есть обычные соки, а здесь взрослые соки. Сейчас взрослые соки попьем немножко. Чтобы сон у нас хороший был. Ну, извините, принято запивать взрослые соки и детские соки. Собственность яблочная, да? Да, сок яблочная, офигенный. Самый 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 яблочный. Поскольку, видите, офигенные яблоки, у них и соки есть офигенные. Апельсиновое говно. Амонасовое говно. А яблочные очень вкусные. Так, соболево, соки? Соки. Ой, у меня ножки вебастые прям. Ошпаривают. Так, сидим. Сидим. Ну, соки. Соки. Взрослые соки запивать детские соки. Особенно приятно. А ребенок так по кулечкам спит. Лисеныш, малыш. Мы будем тебе показывать видео. Вот здесь летит исполнится. Будем тебе показывать это видео. Как ты спал кулечкам. С какашками там. Внутри. Папи? Папи? Какашек там нет, я посмотрела. Ну, что соболево, скажите пару слов защитных. Как вам новоземанское путешествие? Отлично. Отлично. Угу. Как вам печально расставаться с кемпером? Очень печально. Ничего, что скажите. Ну, я не готов. Не готова? Угу. У тебя эмоциональное опустошение? Очень. Очень? Ну, и у меня тоже, да. Я тоже не готов расставаться с кемпером. Тоже, кемпер это вообще мега круто. Как у Австралии у нас был. Прям. Умарное опустошение. Покажи кемпер. Так и сейчас. Вот у нас кемперочек ночной. И этот кемперочек вообще просто огоньевский. Он лучше, чем австралийский. Да, лучше, чем австралийский. Классный кемперочек. Мы прямо в печали. Мы, конечно, очень рады, что мы дополосили до хрена бабла. Его приобрели. И так же печально расставаться с ним. Нам хочется иметь такой пирочек дома. Путешествовать самим. Путешествовать парашу. Ну, мы понимаем, что такого не будет. Наверное, в таком же контексте. В смысле? Да, врача. Чтобы вот именно такой же кемпер. С такими же условиями. Да, почему же нет ради бога. А как же ты по таким же кемперам? С такими же... А, ты имеешь в виду кемпинг-парки? Да. С таких дорог, во-первых, не будет. С таких кемпер не будет, таких условий не будет. Нет, ну как? Ну, в России можно воду сливать, где хошь. Пожалуйста. Наливать там, не знаю, можно с колонки, с какой-нибудь. Да нет. А подкреплять? Электричество. Ну, живешь, заряжается там с этой солнечной батареей. Да все возможно. И вот прям вот именно такой же, допустим, Мауи. Зачем тебе Мауи? Какой джуиси? Нет, в России нужно что-нибудь на базе. Мерседес полноприводную. За 10 миллионов можешь купить. У нас в России строят такие кемперы. Я чуть не представляю по-нашим дорогам, чтобы были такие же вот кемперы. Кемпер-парки. Кемпер-парков нету, да. Но кемперы есть. В Москве есть контор, которые за 10 миллионов из Мерседеса полноприводную делают офигенный. Нет, просто сюда приезжаешь, когда вот именно в эти условия, и когда окружаешься в эту атмосферу. Такой кайф. Нет, ну согласен, да. Кемпер-парки это тоже по-своему круто. Да, понятно, там туалеты, туалеты. Здесь в Оховске мухи, они убиваются прямо на раз. Они какие-то не шуганные. Вчера в темноте шоу с фотоохоты. Кромешная тьма. Мне надо было идти вот туда. А я, видимо, пошел вот сюда. Провалился он в канал с грязной водой какой-то. Ех, нехило такой канал. Бля, как я тут выбрал, удивительно. Глубина такая. Я говорю, по шейку, блин. Фигеть. Ну, хоть не говно течет вроде. Ну, он, по-моему, двойственный, да? Ну, да. Офигеть, вот как я тут выбрал. Жесть. А мог бы он там еще провалиться. Тут и что же мостик. Тут тоже канал. Такая, не кисая.